Ага, ну в общем, сегодня у нас заключительное занятие по подготовке перед школьным этапом, который вам, наверное, всем составляет большую сложность, надеюсь, нет. Вот, и начнем мы с задачи, которую не успели в тот раз, это органики из региона. Задачка про растворители, чем она мне нравится, это тем, что в основном, ну не знаю, сколько там реакций, типа там 80% или что-нибудь такое, это те, которые мы с вами уже проходили по нашей программе, может, даже 90%. Поэтому мы должны как бы их решить, по идее. Ну вот. Ну, собственно, можете начинать вопросы. Я уже нашел. Я нашел? И, и, ну я тоже, в принципе. А, ну и да. Температура понятна. Ну и там Омега, да, надо. С Омегой проще. Вот, я предлагаю сегодня еще не очень долго заниматься, потому что, не знаю, как вы, но я лично уже устал, потому что у меня до этого вот пара закончилась 40 минут назад, последняя. Думаю, что вы сегодня тоже учились, наверное. Вот, и, наверное, все тоже устали. Поэтому мы сегодня так полтора часа максимум, не больше. Здрасте. О, здрасте. Не зря я тебя тыкнул весеннюю. Уже было задание по Матешу доделать. Матешу. Просто убивает. Да, стеклась. На карантине что-то учеба стала какой-то суровой. Все начиналось только лайтов, а закончилось как-то. Ну, еще не закончилось. Не-не-не. В остальном при этом все нормально. А вот по математике Банфьорова у нас... Про Банфьорова. Мы сегодня пытались в Тимсе заниматься. О, Боже. Это было очень весело. Это было крайне весело. Там звук был такой, как будто космические послания кто-то отправляет. Вообще было очень плохо слышно. Мы просто пробовали зайти в Тимс. У нас не получилось зайти в Тимс. Мы бросили Тимс. И как бы у нас одну породу... Мы просто не пошли на нее. А на две остальные пары, на физику и математику, просто в Зум пошли. Понимаю. Кошмар. У нас в Тимсе МФК идет, межфакультетские курсы. У меня это, короче, курсы. Сейчас. Методы... Что-то... Сейчас. Ну, как скрытое влияние в тексте. Методы скрытого речевого воздействия. Вот так называется. Межфакультетские курсы. И там в Тимсе. И читается там, короче, 80-летняя старушка об этом рассказывает с факультета филологического. Ну, как ни странно, она выглядит лет, наверное, на 55, а по как бы прошаренности в технологиях она лет на 45-50. Ну, то есть, типа, она вообще не тупит практически. Она с Тимсом туда-сюда. Я вообще офигел, когда узнал кого на годы рождения, что она, блин, при войне еще родилась. Офигеть. Михаил Андреевич. Моя сестра сейчас подошла к компьютеру и сказала, что похожа на Гарри Поттера. Я не похож на Гарри Поттера. Потому что у меня очки не такие. Так, ладно, не буду вас отвлекать. Дам, сколько вам времени дать? Ну, минуты. Тринадцать, наверное. Чтобы, типа, было девятнадцать-двадцать. И будем разбирать. Андреевич, это регион? Да, это регион. А что, на твой взгляд, Женя, это слишком сложно для региона? Я еще не прочитал. А, окей, да, это регион. Ну что, погнали, что ли? Час, час, час. Час, час, час. Ну что, разрешите начать, Евгений. Да, ладно, я еще. Ладно, поехали. Так, ну, собственно, получение один. У нас был метан. Там что-то сделали. Получился... А я не помню, что там было. Сейчас я условия открою. Так, домашнюк, хлор написано. Вот, что там еще написано? Избыток. Вау. Так, и получается что-то, где омега С равно 7,8%. Ну, отсюда легко посчитать, да, что молекулярная масса это атомная масса углерода делить на омегу углерода. То есть 12 делить на 0,078. Сколько получается там? 153. Сколько, сколько? Громче. 154. 154. Сейчас я прочитаю в ответиках. 154. А, я, может, не знаю, как услышал. 154. Вот. Ну, и отсюда получаем, вычитаем отсюда 12 углерода. Остается 142. Вот. С хлор-4. А это получается, что да, 142. Если как бы попытаться сформировать, если при хоровировании что может получаться? Типа там CH3 хлор, CH2 хлор-2, CH3, ну и CH4. Понятно, что из них самый нормальный растворитель это, конечно, тетрахлорметан. Но вот мы и это установили, что 144, ой, 142, то есть. Это 35,5 умножить на 4. Да? Ну вот. То есть CH4 как раз и получилось. Прекрасно. Так. Ну да. И растворитель называется тетрахлорметан. Что? Кто-то пишет коронавирус. Коронавирус. Отстаньте. Коперштадт, Москва. Так. Окей. Значит, два. Процесс, значит... Может ли вы как-нибудь задачки скинуть в беседу? А, вам нужны условия и решения одновременно, смотри, да? Ну, было бы круто. Да, я понимаю. Сейчас, давайте тогда, наверное... Вам не варианты скринить просто и все? Сейчас. Вот оно прямо сейчас на экране, вы сделаете стриншотик? На секундочку, да. Просто это будет быстрее. Да, все. Что? Что? Седа, пожалуйста. Я Алену говорю. А, Аленя говорит, посидишься. Окей. Значит, что у нас дальше? Второе мы синтезируем. Это, значит, мы идем влево. Первое у нас метан, H2O, никель 800 градусов. Ой, это я так зря. Вот сюда мне надо. Значит, метан, H2O, никель 800 градусов. Он Цельсия, кажется. Да? Вот, и соответственно... Синтез газ. Синтез газ, СО и водород. Потому что это называется пиролиз, правильно? Да. Так, ведь пиролиз, или нет? Нет, наверное. Пиролиз, это когда он до... Да, пиролиз. Чего говоришь, когда мой до... Ну, это не пиролиз, это конверсация, что ли? Конверсия, высокотемпературная конверсия. Во, да, ты прав. Так называется. Да-да-да, я сейчас его теперь вспомню. Ну, короче, да, если нагреть до высоких температур, всегда СО2 получается. СО, то есть, получается, это известная штука. Вот, и получается синтез газ. А синтез газ, это для чего у нас сырье? Сейчас, какая там следующая, что у нас купрум-О, цинк-О, алюминий-2О3. Это называется активный катализатор, эта штука. Купрум-О, цинк-О, алюминий-2О3. Вот, и еще 250 градусов, 50 атмосфер. Прекрасно. Вот. Ну, в общем, это те самые условия, при которых из синтез газа получается его основной. Целевой продукт, а именно... Что вы не написали? Еще раз. Что получается? Да ладно. Ну, мы же только что это на лекции смотрели. Берут синтез, и до этого у нас была задача, уже в этом году. Там может получиться что угодно. Ну, как бы, да, но есть основной продукт, который промышленно из него получают. Метанол, что ли? Перусловия даны, но условия вы, наверное, не помните. Ну, что за продукт? Может, метанол? Метанол, конечно. Заш-3ОАЖ. Вот. Это, да, промышленный синтез. Окей, потом происходит какая-то ерунда. Там добавляют аммиак, алюминий-2О3, 400 градусов, 20 атмосфер. Ну, как бы, в принципе, можно догадаться, если жарить за органику, что здесь происходит. Но мы же с вами не очень умны. Ну, я не очень умный. Поэтому, как бы, можно это не делать. И у нас есть омега-азота, и у нас есть продукт-2. Вот. Вот омега-азота у нас равна 31,1%. Вот. И потом продукт-2, получающийся, имеет формулу С3H7NO. Ну, то есть мы можем сделать вывод, что в продукте-2, вот это-2, вот, в нем содержится один атом азота. Вот, получает продукт-2, когда добавляет к нему учетом HCOCOCH3. Метилформиат, так же называется, господи. Ну, да, метилформиат. HCOCOCH3. Вот. И тут, ну, он не содержит в себе азота. Соответственно, у нас один атом азота, который содержится в 2, он получился как раз при взаимодействии с аммиаком. Потому что, ну, а больше ниоткуда. И почему у нас алюминий 2,3, 400 градусов, 20 атмосфер. Вот. Соответственно, у нас один азот строился здесь. И есть аммиогазоты, но оттуда легко можно найти молекулярную массу. Таким же способом, как было до этого, мы устанавливаем, что она 45 грамм на мыль. Понятно, да, как это получается? Ау. Можешь еще раз, пожалуйста? У нас был метанол. Мы из него, взаимодействие с аммиаком, получили что-то. Потом это что-то произвзаимодействовало с метилфермиатом, и получился С3H7NO. Вот. И в метилфермиатом С3H7NO содержится всего 1N, 1 атом азота. И он не мог добавиться на последней стадии, потому что амозот никто не добавлял. Соответственно, получился этот один атом при синтезе, который мы пытаемся написать, с аммиаком. То есть присоединился 1 аммоний. Аммиак. Ну вот. И, соответственно, омега азота – это омега одного азота в этом соединении. Поэтому, чтобы найти молекулярную массу, мы делим 14 на 31,1%. Получаем молекулярную массу этого соединения. 45 грамм на мыль. Ясно? Да, я понял. Вот. Вот. Вот сюда теперь 45 минус 14 минус азот, то есть остается 31. Ну, 31-то вообще мало. Учитывая, что у нас там изначально еще был кислород и углерод, и водород, и все это надо как-то скомпоновать, то вариантов остается не так много. Я позволю себе… Ну, я думаю, что вы догадаетесь, как можно 31 массу распределить между элементами, поэтому я сразу из ответов возьму, что получается по комбинациям. Это либо CH3O, либо CH2H7, еще два варианта. Вот. Ну и дальше мы должны как бы попытаться догадаться, какая из этих двух туда подойдет, что вообще тут может получиться. То есть CH3O – это CH3NO. Что бы это могло быть? Ну, CH3, очевидно, вместе, потому что это метильная группа, которая у нас изначально была в метаноле. Вот. Если тут есть N и O, то у нас получается, что из аммонии украли все водороды, и там остался только один кислород. То есть это что-то типа вот такого должно быть. Но как бы это что-то очень странное. Вы такие соединения знаете. Лично я чего-то нет. Так что как бы на этот момент мы видим, и это не он. Остается C2… Стоп. Или подождите. Или можно еще как-то. Нет, C2H7 просто мне тоже не нравится, потому что… Не знаю, потому что… Ну, чего? Не, наверное, C2H7 все же, да? Ну, потому что это CH3O, как мы еще расположим, только мы не можем метильную группу обделить водородами, да? Потому что реагирует-то все-таки по спиртовой группе, скорее всего, реакция идет. Соответственно, ну, попробуем C2H7. Тогда что бы это могло быть? Что-то C2H5, и там еще… C2H5, понимаешь, плохо, потому что у нас был CH3OH. То есть… Ну, да, так себе. То есть… С CH3OH возьмем C2H5. Ну, это как бы что, мы в этой реакции одновременно еще синтезировали углеродный скелет, и присобачили туда азот, и все вместе. Ну, как-то звучит неправдоподобно. Вот, то есть это должно быть что-то типа… Сейчас. C2H7, да? То есть это как бы… Мы можем сделать H3C. H3C, то есть два метильной группы. Остается, что еще у нас есть? У нас есть азот, и все. И один водород. Ну, как бы вот. Как это чудесное соединение называется? Как это чудесное соединение называется? А что, не очень чудесное? По-моему, вполне такое логичное. Ну, метильная группа, она в целом похожа на водород, ведь правда? Ну, как же. На атом водорода. А, это этот. Был аммиак, а к нему, к аммиаку, вместо водородов поставили метильный. Диметиламин, что ли? Да, диметиламин. Вспомнил. Нормально. Вот. Так что, в принципе, он здесь на самом деле и получается. С H3 дважды, Н, H. Вот. Каким образом он получился? Ну, очевидно, ушло две молекулы воды, да? То есть, у H-групки ушли из метанола, и водород ушел из аммиака аммония. Вот. И там еще был вопрос потом, какие еще возможны продукты? Да. Там был вопрос, какие еще могут в этой реакции образовываться продукты. Я, с вашего позволения, сотру вот эти все надписи, потому что это как бы нам лишнее уже, чтобы не мешало. Так. Ну так что? Это вот D1 называется продукт, а есть еще D2 и D3, которые в этой реакции побочнее получаются. Ну, соброшайте. Это же просто. Ну, в смысле? Ну, был азол, этот, аммиак, NH3. Сюда подошел, ну, это как бы не механизм, конечно, это я грубо так рисую. Можно нарисовать? А? Я нарисовать. Можно? Я плохо слышу, как-то неразборчиво. Я хочу нарисовать, говорю, попробую, если тут можно. О, видно мое? А, нарисовать, да, видно, но я на мониторе, если да. Сейчас, я хотел попробовать. Что тебя не очень спешит? Ну, так, ладно, можно разобрать уже. Аккуратненько. Я вышел там сейчас. Короче, назвал на конце. Вроде все, как бы, исторически. Подожди, то есть ты сделал CH3, CH2, а как ты эту связь сделал? Так у нас же два цены. Да, почему они между собой связаны? Как ты эту связь создал? У нас же не отдельно, мы метаноли. То есть это нужно двинетели между собой объединить. Можно. Вот, нет, здесь имеется в виду, это не обязательно должны быть еще продукты, у которых омега-Н равно 31,1. Нет, это в смысле у того, который получился D1, у него 31,1. А у других это просто другая будет омега-азота, но тем не менее, как бы они в этой реакции как побольше не получаются. А может просто типа метиламин? Да, конечно. А, и три метиламин. Метиламин и три метиламин, да. Потому что вот так уйдет вот эта водичка, остается один метильчик, который присоединяется вместо водорода. А получается просто метиламин. Возможно, все три водорода заместить на метилы, и тогда получится три метиламин. Но основной продукт реакции диметиламин. Вопросы тут есть или понятны? Понятно. Вот, я написал. Окей. Ну и последняя реакция – это когда к этому диметиламину добавляют метилформиат. Что здесь происходит? Вот это где вообще? Это последняя, где продукт два получается. А, понял. Ну, так, я чувствую, нам не хватит двух листочков, которые я отвел под отсюда. А хотя там же можно снизу добавлять. О, я зря я стирал. Ну, ладно. У нас был CH3N, CH3NH – это диметиламин. И к нему добавляют метилформиат. CH3O. СОН – это остаток уксусной кислоты, это вот этот вот остаток. Это формиат. Ну и метил – это остаток метанола. Это усложненный эфир. Метилформиат. Ну, конечно, вот эту реакцию мы еще не проходили. Но остальные вы плюс-минус должны были знать. Ну, есть версии, что есть. Тем более, вы знаете формулу. Получится CH3NH7NO. Что тут такое? Каким-то образом NO соединятся. NO соединятся я услышал. А еще? Там просто кто-то еще говорил, но я не расслышал одновременно. Ну, окей. Нет, я просто спросил, что мы делаем. А то немного легче. А вот самым нижним. Ну, NO соединятся – это была хорошая мысль, в принципе. Потому что здесь получается амид. То есть в этой реакции у нас получается, что идет замещение. У нас уходит, сейчас я синенький возьму, CH3O уходит. И потому что присоединяется вот так происходит реакция. Получается амид, а CH3O забирает себе этот водород. И получается, что это сейчас HCON, метил, метил. Вот. И метил OH. То есть да, мысль про то, что… Ну, только это не ON объединяется, а N туда присоединяется, а O забирает себе водород и уходит метанол. То есть не NO, по сути, а N и C. Потому что у нас всего в конечной формуле C3H7NO. То есть у нас один кислород. Кислород, который в группе кислотный, мы никуда не денем особо. Ну, то есть, конечно, есть реакции, которые проходят как замещение с этим кислородом. И даже, в принципе, они могли бы быть, потому что есть такая реакция аминов с кетогруппой. Но учитывая, что здесь был как бы закрытый, ну, это сложный эфир, там закрытый вот этот второй атом кислорода, то теоретически как амин можно было бы провести реакцию. Но у нас 2 водорода в диметиламине, они замещены на метилы. С метилом такая реакция не проходит. Это называется реакция шифа, основание шифа в этом соединении. Ну, короче, мы этого не проходили, так что забейте. Короче говоря, эта реакция здесь не идет, потому что она не может быть и потому что она не подходит по продукту, который написан NO, который один кислород. Соответственно, получается именно такое соединение. Если вы распишите все возможные формулы, то именно оно и получится, вот брутую формулу. Вот, и называется оно, соответственно, сейчас я это лучше напишу, NN-диметил-формамид. Вот, то есть это как 1,2-диметил, например, был бы, только у нас не 1,2, у нас же они прикреплены метилы к азоту, а там это в органике называется NN, потому что, ну, зачем номеровать, если и так понятно, кто из них азот. Вот, поэтому NN-диметил-формамид. Вот, а амид, потому что... А, вот еще продукты, реакции, а то я мало разглядел. Что еще? Ну, кроме того, что он... Не понял, вопрос. Реакцию, что еще раз? Меня здесь слышно плохо. Продукты у меня включают. Вот, последняя реакция, что мы сейчас делали, что... Какой продукт? Диметиламин плюс... Ну да, какие продукты? Продукты. У нас вот один и один фазин. Я могу его обвести красным. Ты этого хочешь? Или я не понимаю, что ты от меня хочешь просто? Вот, продукт красненький. А надо было формулу что-то нарисовать? Да, конечно. В смысле, в органике всегда только структурные формулы надо. Или ты, в смысле, спрашиваешь, если тебе доноться 3H7NO, то что они тебе еще хотят? Конечно, они хотят структурную формулу. Да. Разумеется. Потому что, ну, по брутой формуле непонятно, о чем вообще речь. Это что? Ну, а там же, наверное, там вообще в брутой формуле стоит NO, а в реальной молекулы связи NO нету. Это вообще амид. Но. Я хотел сказать... Так. Ну, пока поедем дальше. Значит, муравьиная кислота, да, у нас как бы есть. Ее соль называется формеатая. Вот. Она просит подождать. Ну, блин. Ну, ладно. Давайте дождемся. Или заставить ее потом в записи смотреть. Важный выбор. Чего? Я говорю, что это жестоко. Жестоко? Да. С вами драгоценное время. Вуаля, она пришла. Окей. В общем, есть муравьиная кислота, которую я вам сейчас нарисовал. Ее соль называется формеатая. Я пытаюсь сказать, почему это называется формамид. Это не просто какое-то сложное слово. Формамид, которое еще одно тысячное новое слово в органике. А это амид от муравьиной кислоты, у которой соль и формеатая. Вот она, муравьиная кислота. Если в кислоте ее группу функциональную, этот вот OH, элемент функциональной группы, заменить на какое-то азот, содержащее соединение напрямую, то есть там либо NH2, либо в нашем случае это N-метил дважды, то это будет называться амид. А так как соль и формиаты, то это называется формамид. И N-N-диметил, потому что амидил и к азоте. Надеюсь, теперь понятно. Так, но это была только часть цепочки. Так, теперь мы пойдем вправо, там попроще. Это была самая сложная, на мой взгляд, часть. Сначала у нас полторы тысячи. Значит, у нас был CH4, и его сильно-сильно погрели, очень сильно погрели. Что это за реакция? Ацетилен. Ой, тьфу, крикнет. И что получится? Ацетилен и водород. HCH, вот, и водород. Окей. Ну, в данном случае нас, конечно, интересует ацетилен. С ацетиленом. Ну, водород давайте я даже не буду писать, чтобы не мешался. Так, с ацетиленом. Пойдем, куда пойдем? Вправо или вниз? Вправо. Давайте вправо. Вправо или вниз? HCH2. Люблю этот реагент. Один эквивалент. Что здесь будет, я им часто пользуюсь. Натрия в метр. Снялся. У нас получается... Ацетиленит натрия, наверное. Соль получится. Это так же работает, как... Ну, например, как мы с солью бы образовывали, да, мы, например, можем взять амид натрия. Это хорошее... Как для обмена. Ну, это как слабая кислота и сильная кислота, по сути. В данном случае, как слабая кислота будет выступать амид, а как сильная ацетилен. Он как бы сильнее. Поэтому получится HCC натрий, а уйдет, соответственно, минус NH3. Но, опять же, это просто для вас, потому что амид натрия. Получается ацетиленит натрия. Окей. Теперь к нему добавляем метилбромид. Ну, бромметан, по сути. Вверх вон там стрелочка пишется. Ну, на схеме. Метилбромид. Метилбромид. Вот. Что получится? Пропин. Пропин. Потому что мы видим натрий, видим галоген, выносим натрибром. Остается HCC-метил. Вот. Это пропин. Окей. И последняя реакция. Здесь у нас на ртути в присутствии кислоты и в водной среде. Ой, что пишу-то. H3O+. Вот. Что получается? Что за реакция такая? Ну, ртуть. Это прям школьная. Что вам? Альтегид вроде. Альтегид, да. Гидротация. Присоединяется вода сюда. Так как у нас правило там вашего морковника, то у нас происходит присоединение к центральному атому. Ну, вернее, как. Ладно, давайте распишем. А то вдруг вы не помните. Вот. Присоединяем сюда молекулу к воды. Вот как она присоединится. H2C, двойная связь COH, CH3. Вернее, даже скобочку еще не буду закрывать. Сразу присоединим. А, нет, нет, нет. Скобочку можно закрыть, потому что двойная связь пойдет сюда, а водород пойдет сюда. Потому что у нас двойная связь рядом с OH-группой неустойчива. это, как это называется, кинольная таутомерия. Вот. Поэтому у нас будет перегруппировка здесь. Получится H3C, COCH3. А, кетон. А, тебе альдегид написал. Я тебе... А вот зря. Да, здесь присоединение идет в морковнику, да, к центральному, а там OH-группы, а потом перегруппировка. Это не мезомерный эффект появляется. Чего? Мезомерный эффект появляется. А, где? Ну вот, перегруппировка. Ну, нет. Почему мезомерный эффект? Ну, типа... Мезомерный эффект, это как бы умозрительное явление. Это, ну, в смысле, это по... По эпи-связям сопряженная, как бы, передача электронного эффекта, воздействия. Локализация электронов, получается. Ну, передача, да, воздействия, передача, как бы, напряженности. Есть, соответственно, плотности заряда. Но, как бы, насколько он проявляется в перегруппировке, я не знаю. Я понял. Я просто... Нет, я... Я забрал, как они влияют на реакции. Да, реакцию оставить, или стереть гидрозапцию. Сейчас пропишу. Вот. Ну, ладно, я оставлю. Вот. Соответственно, у нас получается, что продукт 3, и это у нас ацетон, диметилкетон. Окей. Теперь идем от... Опять от ацетилена, CH, CH, и... его опять та же реакция, H3O+, и ртуть. То есть, как бы, в кислой среде, ну, скорее всего, это, там, типа, сульфат, ртуть, серный кислотан. Обычно это так. Вот. Чё происходит, посидение воды. Ну, думаю, здесь на этот раз всё совсем понятно. Происходит то же самое, что в предыдущем примере, только тогда был пропин, и всё было немножко сложнее, потому что надо было разобраться, куда мы OH-группу ставим. Но, как бы, с ацетиленом ещё проще. Чё получится? А, ну... То же самое получается. Чё вам, чё вам, чё вам? Альдегид? Альдегид. Ну, виниц. Ну, вот, получается, уксусный альдегид, да? Этаналь. Окей. И к нему мы потом добавляем... Ага, натрий-бор H4. Это восстановитель... H3 почему-то написал. Это восстановитель. Соответственно, он, альдегиды восстанавливает полностью до спиртов. До спиртов. Как мы это писали на последней лекции? Думаю, здесь не должно быть вопросов. H3C. Подумал, что восстанавливается до алкена. Не алкена? Да. Почему? Нет, я просто подговорю, что ошибся. Не, максимальное восстановление, которое возможно, это алкен. Это высшая форма восстановления. Как можно сделать алкен? Это нужно дегидрирование вести. Это так просто не сделать. дегидрирование вести. Да. Но восстановить это сложно очень. Поэтому в основном все, что кислород содержащий, это спирт восстанавливается. Окей. Просто логика у меня была. Вот. Получили спирт. А спирт, это кто у нас? Это четвертый, собственно, растворитель. А вот ацетон это был растворитель третий. Окей. Спирт и тилы, если что. Вот. И потом, что мы делаем со спиртом? Мы его H2SO4-140. Ну, это прям те условия, которые мы разбирали опять же на семинаре на предпоследнем вроде. И в такой ситуации что у нас получалось при не очень высоких температурах? Ой. Стоп. Ну. Что за молчание? Это мы эту реакцию написали раз десять, наверное, на семинаре. Спирт, серная кислота, нагревание. Нет мыслей. Тут же этот, Акен. Это 2H4. Это 2H4. Ну, это мысль правильная, но нет. Это та, которая не та. Там есть два варианта. Либо у вас в любом случае происходит дегидратация, то есть уходит молекула воды. Ну, давайте так напишу. Что? Немература 140. H, CH2OH. Вот. То есть, как бы вы предлагаете забрать вот эту молекулу воды. Давайте сейчас прям красивую схемку напишу. Ладно. Сейчас. Вот. И вторая молекула здесь есть. Это H2COH. CH2H. Ну, еще одна молекула спирта. Это просто спирт. И вот мы можем забрать воду двумя способами. Можем забрать вот эту воду. Можем забрать вот эту воду. я говорил, что вот для вот этого процесса температура нужна низкая. то есть, типа 140 градусов как раз. А вот для второго процесса побольше. То есть, там, типа 180, иногда и 200. Ага. Вот. Поэтому то, что вы предлагаете, то есть, он будет при высокой. А при 140, при низкой получится простой эфир. Простой эфир. Детиловый эфир. Прикольно. Сейчас я пытаюсь понять. Конечно, я не то нарисовал. Или то. Сейчас. Секунду, 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 секунду. Что-то у меня не в голове. Да, потому что я не так нарисовал. Вот. Срочно надо все исправить. Какой ноутбук не сел. Ладно, сейчас мы вину. Так вот двину, потому что, конечно, у нас по двум H-группам это происходит. Что вы меня не поправили? Вот так. И так. И тот атом попался. Вот так. Вот. Вот она, H2O. И у нас простой эфир, он через кислород образуется. Я смотрю, у меня напрямую соединяется, и я думаю, что-то пошло не так. Вот это 140. А вот второй 180. Все как и было. Просто я не те атомы там видимо. И, соответственно, простой эфир это C2H5 O C2H5. Да? То есть вот этил O этил. Проще говоря. Диэтиловый эфир. Это понятно? Или еще раз сказать? Все понятно. Ну, хорошо. Это продукт 5. Все, остался один. Что у меня с зарядкой ноутбук? Сейчас посмотрю, а то у нас все отключится. Ладно, еще 11 минут мне дает на жизнь. Окей. Сейчас. Значит, где? Чего? 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 Это получают вот H2S, да? Последняя осталась. Нижняя цепочка. H2S избыток на 3OH. Что получится? У нас получится это, ну, давайте, что я вам рассказываю. Ну, пропускаем H2S через щелочь. На 3, 2S. как бы никакой сложности. Полное замещение. А потом у нас CH3-бром 2-эквивалента. А, у нас на 3OH избыток. Да, избыток на 3OH, поэтому на 3-2 полностью заместился. Потом этот самый метилбромид. Что будет? CH CH3-бин. Ну, что вы попытки слились? Да, что-то... Ну, еще раз говорю. Странно. На 3, видите бром. Убирайте на 3-бром. Это работает. Что останется? CH3-S. Фит. Нет. Что с серой 2S был. И CH3-бром. Вместо каждого на 3-я убираем на 3-я и вставим туда метил. CH3-2-H-D-S. Диметилсульфид. По-моему, это достаточно просто. Просто берешь и подставляешь туда метил. Или надо нарисовать картинку. Таун. Вроде это просто не реакция обмена, но похоже на реакцию обмена. Не должно быть сильно сложно написать. И потом где метилсульфиду перекисью его обрабатывают. И получается мы делаем творитель. Вот это было. А что будет после того, как обработают перекисью? Ну что перекись делает? Окисляет. Окисляет. Кого тут можно окислить? серу, конечно. Конечно серу. Ой, да, серу. Серу, серу, а не метильная же группа. И как окисляется серу, что она может сделать? Там кажется формулу брут. гляну. Да, там даже формула дана. Чего тут париться тогда? Вы вообще не забрали. С2, а6 мы уже нарисовали, а с нарисовали. Остается О. О, конечно, с двойной связью присоединяется. И написанное соединение называется ДМСО. Диметил сульфоксид. Прикольно. В случае я еще раз нарисую ДМС диметил сульфат. Вот, он здесь не в тему, я просто чтобы еще раз разницу смотрели. Да, то есть сульфат и тульфоксид. Совсем разные вещи. потому что сульфат СО4, а сульфоксид просто СО. Окей. Горелым пахнет. Странно. Так, в общем, тогда с этим наверное все. Вроде бы мы всю задачку здесь посмотрели. Кажется. Дайте-ка я обратно открою ответ, посмотрю, что здесь было. И два растворителей. Третий пункт не. Представлено задачи растворителей в присутствии кислотного катализатора. Да, да, вот это сейчас. Какие могут реагировать из 1-4? Ага. Да, ну тут как бы это более сложный уже момент. Какие у вас есть мысли на эту схему? Какие у нас растворители вообще были? У нас получается девятилсульфаксид, потом этот самый НН2, НН-диметилформамид, этанол, цехлор-4, ацетон, что еще? Сейчас надо ответ опять открывать. А, этот самый, этил-2О. Детиловый эфир. Что из них может реагировать друг с другом? Ну, это не самая простая задача на самом деле. Нет, вы знаете, я на самом деле предлагаю это скипнуть, потому что мы это еще не проходили, и догадаться до этого сложно, и реакция там сложная. Короче, ну, вы не знаете эту реакцию, очевидно, она непростая. Наверное, лекция на YouTube получится максимально рваной, потому что уже два раза прерывалась, я еще и забывал ее заново записывать. Так, окей. Значит, первая задачка. Ну, тут как бы смысл таких задач в том, что там у вас уже расставлены коэффициентики. Вот, и поэтому вам известно, как бы, количество каких веществ прорегировало. Надо остается только их правильно расставить. Вот. Ну, здесь что видно? Видно, что получился азот и еди. Да, очевидно, что произошла, это была ОВР. Вот, и йод восстановился, скорее всего, азот окислился. Ну, просто это как бы такой, типа, вангую. Ну, может и нет. Давайте пробовать. Что там у нас? Кали йод плюс Н2. Плюс, что там у нас? H2, H2. И здесь два реакента добыло. Добыло. Вот. Ну, что? Может, йодат калия? Я дат калия? Ну, тут же калия и йод. Откуда ты возьмешь 4 кислорода, расскажи мне? А, это первый йодат. А, я сказал, йодат? Ну, да-да-да, хорошо. Согласен, да-да-да. Хорошо. Но все равно не хватает кислорода. Так что вряд ли. Вот. Ну, мне кажется, с азотом в любом случае, ну, азот в таком виде не мог быть. Значит, он был в ком-то соединении. С азотом что бывает? Либо кислоты и соли, либо аммонии. Для аммонии, в принципе, водородов достаточно. Для кислот как-то маловато, ну, кто знает. Что у нас есть с азотом? Для аммонии как раз 4 вот водорода есть. Да, на аммонии вообще хорошо. НН4, что-нибудь, не знаю, йод. НО2. Какая-нибудь. Странно, да? Вот. А еще что у нас есть? У нас есть еще один азот есть. И два кислорода. То есть, либо НО2, типа калий-НО2, либо НО. Ну, как бы НО, это как-то так странно. Ну, калий-НО2 вряд ли у нас как бы... Ну, на самом деле, два варианта уже... Не, вот это нормально смотрится. Кстати, да. Ну, просто перекрупировали, и все. Такая может быть реакция, что у нас было здесь минус, здесь остался минус, окей. Здесь был плюс... Сейчас, минус. Да нормально, нормально все. Ну, вот здесь плюс 3. А, так это ж известная реакция. Ну, да. Сопропорционирование азота. Ну, как бы вот она и есть. Сейчас я захвачу ее без знаков. Так, вот как-то так. Прекрасно. Что дальше? Дальше у нас был... Может, Даня, пожалуйста, еще раз скинуть? Make your screenshot. Тут уже 3 реагента. Да, сфотка. Зато они более такие нормальные данные продукты. Мне кажется. Более классические. Значит, 3 реагента, марганец О2, калина О3, калиоаж. Калий-маганец О4, а один из... И там еще у нас калина О3 и калиоаж. Вот, причем калиоаж 2 штуки, этих 2 штуки. И, значит, нитрата 3 штуки. Вот может быть... А, нет, не может быть. Вот. Ну, очевидно, да, что в щелочной среде... Или это не щелочная среда, но, кстати, не факт. Если марганец О2, то, значит, это нейтральная среда. Все захейтили, молодцы. Да, это, конечно, нейтральная, потому что марганец О2. И, значит, здесь перманганат. НННО2. Ну, и, наверное, да, что-нибудь ННО2. Ну, не знаю, насчет АЖ. Почему? АЖ может и калий. Давайте посчитаем, что получается тут. Воды. Одна штука, да? Потому что по калию ашу. Калия 3 штуки. По перманганату 2 штуки. Ну, значит, здесь все же калий. Или нет? Сейчас. Много странно. Нет, наверное. Сейчас здесь 3. Здесь должно быть 3 калия, ну, или там что-то ННО2, потому что 3 азота, да? А всего у нас калия 3 штуки. Многовато. А, нет, 5, потому что калия. Потому что 2 калию ашу и 3 калия НН3. 5 калий. 2 эсперпаната и 3 отсюда. Значит, все-таки калия НН2. Опять зум заканчивается. Так быстро. Значит, третий случай. Это у нас получается... Сейчас я открою обратно. Значит, о, калия 2 ферма 4. Это, сори, суровая вещь. Это у нас феррат. У нас железо 6. Это значит, что там был сильный реальный окислитель. Потому что просто так железо 6... Это щелочное сплавление, скорее всего. Калий бром и 8 воды. Сейчас напишем. 2 калий 2 ферма 4. Плюс калий бром. Плюс 4. Кажется, там было воды. А, нет. 8 воды и 6 калий. Чуточка вышла. И тоже 3 реагента. Вывес за степень кисления в 6. Да. Да, его хорошенько окисляли. Вот. Ну что тут могло быть? Я знаю, бромат калия и калию аж. Да, ну это хорошая идея. Ну, если знаешь эту реакцию. А если не знаешь, то, конечно, как можно... Я не знаю, я только что понял. А название-то откуда взял это? У тебя в голове автоматически какие-то названия создаются. В смысле, про что? Про бромат калия? Нет, про щелочное сплавление. А, нет, ну это я знаю. Ну, я о том и говорю, что ты ее знаешь. Ну, так окисляют все эти платиновые металлы. Да, да, например, железо. Ну, и железо просто так удобно до феррата. Ну, окей, да, действительно. Окисляют чем? Очевидно, что сильным окислителем в данном случае. Бромат калия? А ты хочешь броматом? Ну, да. Удачи. Ну, ладно, давай допишем. Так, бромат. Бромат. Бром как-то... Окей, броматом хорошо, попробуй. Ну, спойлер это неправильно, но давайте попробуем. Почему нет? В принципе, бромат может тоже выкислять. Вот. Ну, и железо в чем-то должно быть. В каком-то виде. Окей, ну давайте как бы школьными методами решать задачу, потому что они на то и рассчитаны, эти задачки. У нас есть тут... Ну, железо для начала. Железо было две штуки. Справа, значит, слева его должно быть тоже две штуки. Если это не ферром 2О3, а, скорее всего, это не он, то здесь будет двойка перед железом. Окей, допустим. Что мы еще можем сказать? По брому. Во. Справа было брома шесть штук, слева должно быть тоже шесть. Тогда шесть калиев. А, ну хотя да, это тогда не очень хорошо. У тебя уже с кислородами прям совсем беда. Потому что спиреля еще нет. Восемь. Да, вроде шестнадцать так. А где не беда? Еще восемь здесь. Ему уже восемнадцать. А здесь уже восемнадцать, да. То есть, короче говоря, не катят. Но если только в щелочи его много накидать... А, нет, подожди. Наоборот, еще больше будет. Да, значит, все, не получается. Слишком проблемно. Кислорода слишком много. Чего поставили перед калием шесть, там же пять будет. Почему нет? Там еще бром. Я по брому ставил. Там же еще калио аж, то есть там калия больше будет уже. Калия будет, ну да, еще и по калию можете не совпасть. Бром-2 не сойдет. Калио аж теоретически может быть и две штуки, да, мы же еще от не считали. А по брому уже должно быть шесть, и по кислородам уже перебор. Поэтому, короче говоря, вывод, что здесь не калий, бром-ой-3. Может быть, оксид брома какой-нибудь. Оксид брома. Ну, как бы, да, но серьезно. А взять поменьше степеньки? Вы не можете придумать какую-нибудь хорошее? Калибром-о-2. Что? Бром-о-2? Ну, калибром-о-2 не знаю. Калибром-о-2. Нет, калибром-о-2, он вообще неустойчивый, его лучше. Калибром-о-3 можно, калибром-о-4 не уверен, но, по-моему, тоже нормально. Калибром-о-2 тоже неустойчивый, я так понимаю, да? Да. Хотя, не, ну подожди, ну калий-хлоро-о-о уже есть, наверное, калий-бром-о-о тоже нормально может быть. Есть, но он тоже, он чуть-чуть более устойчивый, чем бромид. Калибром-о-2? Чем калибром-о-2, да. Ну, может быть. Ну, там, типа, вот эти вот калий-хлоро-о, эта белизна, она же тоже разлагается, и она тоже с срок годности небольшой. Это гипохлорид. Но, в принципе, нормально, какое-то время работает, там, год, что ли. Ну, типа, ничего. Небольшой концентрации содержится. Ну, так чего, какой у нас есть сильный регистритор, содержащий бром на рот? Это такой простой вопрос. Там бром. Бром сам по себе, он плохой? Нормальный, он самый... А я сейчас посмотрю, эта реакция пойдет или нет по потенциалу. Можете все энергии гипса добавить? Ну, давай, давай. Я как-то решил узнать, можно ли... Сейчас. Может ли СУ-2 забрать... У вас в литературе нет уже калькулятора потенциалов, и вообще вы еще 10 класс, имеете право не очень шарить. Хотя, ну, на школьном этапе имеете право не шарить зеленую энергию гипса и потенциалы. Поэтому, в принципе, как бы... Вы можете сказать... Энергию гипса — это что? Термодинамика. Потому что... Ну, короче, этот... Я вам как-то зашаривал уже чуть-чуть об этом в прошлом году, кажется, о том, что, в общем-то, поет ли реакция или нет, любая можно определить, просто посчитав циферки из табличек по элементам. Если энергия гипса больше единиц, то она не идет, да? Меньше нуля должна быть. А, меньше нуля. Некоторая не аналогия, альтернатива энергии гипса высчитывается напрямую из энергии гипса. И потенциал как раз изменения потенциала должно быть больше нуля. Ну, окей. Это не очень, по-моему, так я хотел бы, пока у меня не отключилась конференция, дышать. Значит, бром, да? У нас его должно быть, соответственно, не 6, а около 3, потому что бром-2, да? Чего еще? По калию можно сказать, сколько будет. Ну, очевидно, то, что содержит железо, там калия нету, поэтому... По-моему, эта реакция пойдет только если использовать феррум-3+. А ты посчитал потенциалы, что ли? Для железа-2 не идет или что? И для железа тоже не идет. А для железа-3 идет. Прекрасно. Быстро. Феррум-ОН-3 же тогда получается. Да, ну, скорее всего, феррум-ОН-3, ну, в принципе, железо-3 может быть в разной форме. Я бы не исключал оксид. Я предлагаю с калия начать. Справа 6 калий-бром и 2 калий-2 феррум-ОН-4, то есть всего 10 калий. Сюда десяточку поставим, сравним воду. 10 водородов здесь, а справа 16. Да, да, 16. То есть еще должно быть 6 водородов слева. Ну, вот и вышло, что действительно феррум-ОН-4. Ну, и как бы... В городске еще не хватает 6 кислородов. Ну, да-да-да. По кислородам посчитаем, все совпадает. Окей. Так, у нас осталось 2 минуты 25 секунд. Мы успеем решить еще одну или нет? Мне кажется, нет. Может перезапустить? Ну, да, давайте. Немножко времени есть, да? Давайте я перезапущу, чтобы этого всего не было. Заходите сразу только по этой же ссылке. Окей. О, отлично. Вы на этот раз быстро справились. Поздравляю. Окей. Значит, четвертая реакция. Тут получают хромат, сульфат и воду. 2 хромата, 3 сульфата, 8 воды. Попробуем. А там натрия, кажется. Так. 2 хромата, 3 сульфата и 8 воды. Так. И там 3 нибудь реагента. Так. Ну, что бы это могло быть? Выбирает там ладочная реагента. Ну, например, персульфат. То есть персульфат как окислитель. Соответственно, мы хром окисляем. А можно просто серной кислотой? Наверное, да. Чего-чего говоришь, можно? Просто серной кислотой. Вот, да. Чего серной кислотой? Хром окислять. У нас не меняется. Серная кислота – это сера плюс 6. И остается сера плюс 6. Если это ОВР-ка, а это очень ОВР-ку, нам нужно кого-то окислять, кого-то восстанавливать. Надо придумать какие-то окислители. Предлагают персульфат. Ну, как бы, в принципе, можно. Но это не самый простой вариант. Здесь можно проще окислитель подобрать. Ну, очевидно, что да, окисляют хром. Вот, была какая-то соль хрома. Какие у нас вот варианты солей могут быть? Ну, сульфат. Сульфат тоже. Сульфат, скорее всего. Ну, гидроксид еще может быть. Но это такой себе. Лучше сульфат. Значит, хром-2 и сочетание. Конечно. Да. Хром-3-холиентный. Окей. И какой-то окислитель. Еще нужен источник натрия. Возможно, источник… Ну, выкислитель он вряд ли. Так что, что тут? Надо брать. А еще получился именно хромат, да? Не дихромат. Может, щелочь надо взять? Ну, натрия. Натрия. Я думаю, что источник натрия – это и есть как раз натрия. Окислять можно, в принципе, перекиси водорода. Вот. Из оставшихся, да. Персульфат, конечно, вариант неплохой. Но более простой вариант из того, что мы видим справа, можно перекиси. И, в принципе, нормально по качеству. Ну, ладно. Давайте посмотрим на коэффициенты. Если все сойдется, то и его. О, значит, у нас есть хром. Хром справа две штуки, слева две. Окей. Натрия можно посчитать. Это что у нас? 6 плюс 4 – 10. То есть 10 на 3H. Многовато что-то. По водородам у нас получается право 16, слева 10 плюс… Тогда здесь тройка должна быть. Хорошо. По кислородам 10 плюс 6 плюс… Ну, сульфаты, наверное, целиком приносятся. Окей. Если что, вдруг кто-то не знает сульфаты. Чтобы не считать, сколько они приносятся. Мы их целиком приравниваем. Справа 3 сульфата, слева 3 сульфата. И все. Все, и забиваем. Остается всего кислородов 16. А справа… Нет, все нормально. …плюс 8. Ну да. Вот и все. Перекись прекрасно окислила. Хром из 3 до 6. Ну и, в принципе, реакция довольно известная. Я ее даже как-то проводил на работу. Так, последний вариант. Это что у нас? Опять марганецу-2. На этот раз из двух биогентов. Еще калий-2, СО3, калий-ОН и 5H2О. Ну, кремний, сперманганат. Я помню, не переписать сначала надо. Проснулся. 8 марганеца 2, 3 силиката. Если продиктует кто-нибудь, на самом деле, будет намного быстрее. Нет? Никто не продиктует? 2 калий-ОН и 5H1. Все, уже не надо. Все, окей. Значит, что у нас тут? У нас щелочь получилась. Наверное, там был пирманганат, хотя это такой, не знаю. Не, ну, мне кажется, был. И он кого-то окислял. Сказал, что кремний. Ну, блин, кремний, не знаю. Не, ну, не просто так, конечно. Ну, что, еще версии, кроме кремния, будут какие-нибудь? Клонок окислять. На самом-то деле, особенно, учитывая количество продуктов, 4 продукта, 2 реагента, то, скорее всего, да, пришлось ему окислять кремний. Так, допустим, сначала был пирманганат, калий-марганец-О4. Вот. Что-то, содержащее кремний. Ну, давайте запихивать просто остальные элементы туда, потому что варианты какие у нас. Значит, у нас есть калий, марганец мы запихнули, причем можно сразу коэффициент 8 поставить. И все, в принципе. А, кремний предлагаешь? А водород? У нас есть еще справа водород. Да, с водородом надо подумать. А, ну, кстати, можно с кремнием, с кремнием, с кремнием, с кремнием. Ну, можно и что-нибудь другое придумать с кремнием, типа с кремнием, типа с кремнием. Кислород слева 32, здесь 16. Да, силан как раз сходится. Сходится, да, но у меня уже не считай. Ну, раз сходится, то чудесно. Кремния тогда у нас 3 штуки. Ну, вот с силаном зашло. Ну, если бы не зашло, попробовали бы, да, С2ОН6. Ну, как и силан. Ну, да, их там много. Ну, вроде бы, как бы, все. Как раз 2026. Если вы сильно не настаиваете, то я предлагаю на сегодня закончить, потому что у меня еще термодинамика, еще астрономия, астрофизика и прочее. Астрономия с астрофизикой? Ну, это все одно. Я просто сначала назвал астрономией, потом решил поправиться. Вот, если вы не против, что, да, эти две задачи не понимают. Они простые. Если вдруг у вас есть время порешать, желание, то я могу скинуть вам решение, там все предельно понятно. Но, учитывая, что вы уже взрослый и у вас почти у всех есть проход, как минимум, на регион, то, как бы, думаю, что можно и отдохнуть. Я говорю, почти у всех. Единственный, который... Можно порешать. Если вопросы будут, я, конечно, всегда в вашем распоряжении и в контакте. Все, всем спасибо. Давайте... Спасибо. Удачи вам, как бы, всем удачи на школьном этапе. Мне удачи. Ну, не, ну ладно, на школьном надо затащить нормально. Не, на школьном. Надо порадовать. Шабалина. А по его же можно написать, да? Ну, лучше написать. Ну, типа, тебе что-то, так лень написать. Петровка, типа. 27-го. Огромное число вообще. Это в числе. 27-го. И 27-го, 22-го уже. 27-го. Я никогда смотрел, химия. Школьный до 27. Да, 27-го, 28-го. А я все, последнее занятие, последнее занятие. Как там? У нас еще много времени. Так, сейчас плянем, подожди. Это какой у нас и недель-то 27-ое. Это через неделю еще один день, это вторник. Это можно было сегодня альдегиды вам. Вторник, да. Ладно. Да ладно. Всем удачи, приятного аппетита на ужин. Спасибо. До свидания.